Друзья, всем привет! Всем привет! Спрашивают наши зрители, как же наш малыш? Что он, как подрастает? Да, малыш подрос, вовсю активничает, уже сложно его удержать на руках. Хочу бегать, хочу прыгать, хочу играть, хочу жить, да, полноценно. Вот. Так, кушать, я так понимаю, мы не будем. А смотри, что я тебе перестала. Вот такой, ты еще не ел. Попробуй. Ой, надо попробовать. Нет. Нет? Ему все играть. Твой банан. Все игры. Банан. Бананчик. Бананчик. А бананы... Конечно, конечно. Нет? Что не съем, то понадкусают, да? Да, типа того. Да, будешь еще? Ну, давай. А, а то я съем. Ну-ка. Нет. Ну что? Все зрители хотят видеть, как он кушает. А у нас, друзья, не удается заснять такой момент. Ну, потому что он с утра плотно завтракает. Поэтому он не любит есть на камеру. Не каждый любит. Видите? Вот. Так что, ну, зато он просто любит играть на камеру, бегать по Ксюше. Да, ну, сейчас нам надо необходимо сделать ежедневную процедурку. Да? Помажем наши пальчики. Богдан, ну, ведь ты наверняка знал, что обезьяны вообще умеют пародировать полностью людей. Вот наши, например, шимпанзе, наша знаменитая четверка, вот, а они могут плеваться, как люди, да. Хлопать в ладоши, просить еду, динь-динь-динь, да, своими лавками, вот так, давайте, мол, что повкусней. Вот. Ну, жестикулировать. Одна обезьяна у нас есть, Антонина Викторовна, такая, одна из самых топовых. Да, языком такое делает, ну, мы с ней передразниваемся, да, очень здорово. Вот, так вот, а недавно мне попало видео, так что я заговорила, давай по дороге будем делать массаж. Ну, друзья, вы знаете, Ксюша не договорила, как именно кривляется эта шимпанзе, она не просто показывает язык, она его еще и скручивает в трубочку. И скручивает, и скручивает. Да, разные формы строит из своего языка, поэтому если вы ей понравитесь, она обязательно вам покажет свой язык и свою улыбку шимпанзе. А еще очень круто, когда им даешь зеркало или телефон переворачиваешься, они видят свое отражение, это вообще, это просто отпад, там начинаются настоящие кривляния. Так вот, недавно у меня попалось видео, где, ну, в основном это были шимпанзе, катаются на разных транспортных средствах. Это ролики, это велосипед, да, это самокат, и больше всего меня удивило, это коньки на льду, реально. А, и сноутборд, это вообще отпад. Но именно шимпанзе, это так здорово, так круто, ну, не каждый, я сама пробовала на сноутборде, это не так просто, как кажется, встал такой на доску и ухуй поехал. Нет, это очень тяжело сбалансировать, что шимпанзе, ну, ничего себе, это как в анекдоте, да, давно мастером уже стал. Так, ну, я понимаю, ну, надо, надо. Шутки шутками, друзья, но у нас есть где-то видео, где шимпанзе с веником подметает волье. Это тоже, да. И это, кстати, шимпанзе Лиска, она очень любит еще ее плюнуть, причем она плюет так метко, что не каждый взрослый так может плюнуть. Интересно, как она научилась, поэтому, друзья, проходя видео. Тогда она еще и целься, понимаешь, не просто куда-то делает плевок, а именно высматривает жертву, ну, люди подходят, все-все-все, прикажут, и она мне, ну, и в глаз почему-то, да, ну, забавная такая шимпанзе. Поэтому, это так, приколы ранее. Берегите глаза. Да. Так что, друзья, вот видите, шимпанзе очень много интересных историй, вот, и если мы откопаем в архивах, как шимпанзе с веником, то это вообще мы покажем вам обязательно в каком-нибудь из следующих роликов. Да-да-да, сейчас, ну. Да, вот видите, друзья, как сложно сделать сегодня. Да. Ну, что ты лапку прядешь? Массажик, да, и помазать мазью. Все-все-все. Все-все-все, конечно. Ой, ну тут приятно. Я думаю, каждому приятно, когда пяточки трогают. Правда, у них, наверное, и пяточек-то нет у них. Все лапки, как руки, да? Ну да, и задний, и передний. Да, поэтому, друзья, ну, очень приятно, да. Полная у них гармония Ксюша и Саймири. Как ей удается его вот успокаивать, вот заглаживать. А это, друзья, вот знаете, деток могут успокоить вот настоящие мамы. Да, вот здесь и Ксюша в этой роли. Ну, а теперь десерт. Десертик, бананчик. Будешь? Будешь бананчик? Ну, это же дубец бананчик. Он любит банан, да. Вот. Ой, да. Ой, как вкусно. Смотрите, какая мордочка. Друзья, вот ваши долгожданные просьбы. Собылись с Саймири. Ой, как есть. Ну, после массажа, да, и грех не поесть. Да, после такой динамичной беготни по Ксюше, смотрите, как он вгрызается прямо в банан. О, да, смотрите, а кушает он немало. Сколько там у вас сидит бананов за раз? Семь, восемь килограмм. Ну, ладно, не в этом. Но полбанана за целый день точно съедаем. Вот, за день, друзья. За день, да. Да, где-то один банан весит, ну, порядка там грамм, наверное, двухсот, ста пятидесяти. Поэтому, и это только банан, представляете, а он еще и ест и гранат, и яблоки. И кашку, и фруканян, и хлебушек. Так что у него, знаете, какой тут полный пансион. Еще и массаж, и прогулки по зоопарку, и общение с такой удивительной Ксюшей, и с Татьяной Ивановной. Все же самое обычное. Ой, друзья, ну это просто умилительная картина, да? Малыш лопает, чавкает. Пишут многие в комментариях, как приятно смотреть и слушать, как чавкают животные. Ну, это приятнее, чем люди. Да, и пишут поэтому, что на людей не всегда на чавкающих смотреть приятно. А на чавкающих обезьян очень даже хочется посмотреть, и не только обезьян. Ух ты! Скажи, вот тут мне вкуснее, даже больше нравится. Поэтому, друзья, смотреть на чавкающих питомцев, конечно, интересно. На всех животных интересно смотреть, что бы они ни делали. Вот. Ой, какой малыш. Все, скажи, я перекусил. Хорошо. А теперь... Массаж делали, перекусили. А теперь можно и побегать, да? Да. Окей. Приезжайте в гости, друзья, в зоопарк. Сказка! Обязательно! Мы вас всех очень любим. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Вольный малыш. Веселенький. Активненький. Ну, что ты? Вон он, смотрите, в лежаночке своей устроился. Конечно. Животик помяли, лапки помассировали. Поигрались. Посюсюкались. Ну, а что еще надо малышам? Конечно же, внимание и ласка. И вот этот малыш получает ее в полном объеме. Да. Все. А что, свет не выключите? Свет не выключите. Не могу спать при включенном свете. Вот. Но, друзья, у нас тут день. Да. Хоть и выключили лампочку, темнее не стало. Потому что день. Поэтому, друзья, мы пойдем дальше, пока уляжется малыш. И, может быть, нам повезет потом увидеть его еще и спящего. Но это, друзья, очень сложно. Потому что они очень чутко спят. И только какое-то малейшее движение, шевеление, какие-то звуки. Они сразу просыпаются. И вот он просыпается. И сразу бежит. Смотрите. Ну, что там? Наконец-то Ксюша пришла. Я так скучал. Даже если прошло пять минут. Поэтому, друзья, видите, какие прикольные у нас есть питомцы. Приезжайте в гости в зоопарк. Всем отличного настроения. Пока.